Привет, меня зовут Екатерина Гамова и сегодня я вам расскажу, как подавать подачи. Существует очень много подач, очень разных видов подач, которые используются в волейболе. Подача в прыжке силовая, подача стоя с места и подача флота или планер, как ее называют, небольшой подпрыжки. В последние годы я использую подачу флота, планер в прыжке небольшой, а до этого я использовала подачу в прыжке. Самое важное, с чего нужно начинать подачу, это подброс мяча. Не важно, какую подачу вы для себя выберете, но если вы только начинаете заниматься, совершенно понятно, что вы начнете подавать подачу стоя и без всяких прыжков. Подбрасывать мяч одной рукой достаточно сложно с первых раз, поэтому, как маленький деток учат в начальной школе волейбольной, подбрасывать двумя руками. Это более точно, что позволит вам более успешно подавать подачу. Это не должно быть очень высоко, это не должно быть низко, потому что подача полетит в сетку. Вы должны найти нужную высоту для вас, удобную. И, конечно, закрепит результат только большое количество повторений. Если вы правша, то у вас левая нога впереди, если вы левша, то у вас правая нога впереди. После того, как вы правильно стоите, правильно подбрасываете, умеете правильно подбрасывать мяч для удобной себе подачи, происходит удар по мячу. Кисть должна быть напряжена обязательно. И ровно по центру мяча нужно бить. Ни сбоку, ни справа, ни слева, ни снизу, нигде. Именно коротким ударом. Если вы уже научились подавать подачу стоя, и вы захотели попробовать подавать подачу в прыжке, главное в этом, конечно же, разбег, выход под мяч и удар. Приземляться – это так, как вам удобно. Главное – правильно прыгнуть под мяч. Это самое важное. Земное притяжение работает безукоризненно. Вам нужно научиться подбирать ноги на подаче, когда вы пытаетесь делать ее в прыжке. И после этого уже выбрать ту подачу в прыжке, которая будет вам более удобна. Это будет или силовая подача в прыжке, или подача в прыжке с небольшой подпрыжкой. У каждого игрока индивидуальная техника, у каждого игрока индивидуальный подброс, двумя руками, одной рукой, подбор ног, разбег, количество шагов на разбеге. То есть это все подбирается индивидуально. Вы должны это просто понять и почувствовать, что вам более комфортно, потому что комфорт тоже имеет немаловажную роль. Подачи в женском волейболе и в мужском волейболе, они несколько отличаются. Очень часто в мужском волейболе подают силовую подачу в прыжке. У женщин больше подают подачу в флот-планер в маленькой подпрыжке. Каждый выбирает ту подачу, которая приносит больше пользы команде. От индивидуальных особенностей игрока это зависит, от видения тренера на ту подачу, которая затрудняет прием для соперника, что самое важное в подаче, и допускается меньше всего ошибок. Мы готовимся к игре с любой командой, начинаем с того, что разбираем слабые места, в частности на приеме, и выбираем того игрока или ту зону, которая принесет больше пользы нам, соответственно, если доставит больше неприятности сопернику. То есть нам тренер показывает, в какую зону мы должны подавать, и мы следуем этим указаниям. Самое простое – это начать с того, что меньшее количество потерь сделать. Просто попробовать не терять подачу, а подавать ее просто в площадку. После того, как вы научитесь, например, не терять 10 подач подряд, вы можете уже добавлять скорость и силу подачи. То есть вы можете сильнее бить уже и как-то контролировать уже свою подачу и пытаться что-то менять. После этого вы можете уже, конечно, уже добавлять усложнение и подавать подачу по зонам. То есть зона 5, 6, зона 1 или укороченный мяч, который падает в 3-метровой зоне. Это вот такие вот постепенные шаги, которые помогут вам подавать хорошо подачу. У нас есть тренировки, нацеленные именно на улучшение качества нашей подачи. То есть если вы просто начинающий волейболист, конечно, вы, я думаю, вряд ли это сможете сделать, но я вам расскажу, что мы делаем. С одной стороны, игроки стоят, подают. С другой стороны, у нас изображают принимающих игроков стулья. То есть мы ставим стулья, мы ставим конусы, такие специальные по зонам и подаем именно в стулья, подаем в конусы. Нам нужно на точность и на силу, потому что в нашей ситуации стул должен упасть. Мяч иногда попадает с стула, стул стоит на месте, и тренер говорит, что подача недостаточно сильна. У всех есть, но никто вам об этом рассказывать не будет. Посмотрите 10 игр, и вы поймете сразу, какой ритуал, перед чем, и кто что делает. Куда плюет, куда что-то крестится, или соль куда-нибудь кидает. Не, ну, мы, безусловно, например, пользуемся тем, что сбиваем подачу соперника. Это самый простой способ, особенно если подача не летит. Например, игрок подает серию подач, там, из 1, 2, и уже 3 подач, для того, чтобы как-то им досадить, скажем это так. То есть мы начинаем тянуть время. Мы начинаем медленно расходиться из центра площадки, мы начинаем звать мальчиков, девочек для того, чтобы протереть пол. То есть это определенная пауза, которая затягивается, которая, по идее, должна помочь. Иногда помогает. Я желаю всем удачи и терпения. Терпение – это самый главный аспект, в котором вам поможет преодолеть все трудности, в том числе и натренировать подачу. Смотрите «Динамо ТВ», приходите на наши игры и болейте за нас.